Псалмы Бог обещает исцелить все недуги, когда у вас придет сомнение, думаете, а исцелит ли мою болезнь? А Бог говорит, все недуги. Поймите, как важно, чтобы вы слышали сами. И на самом деле психологи говорят, что мы верим больше всего своему голосу, потому что вот так устроена наша система, что наших родителей – это первые люди, которые во власти над нами, и наш личный голос. Когда вы начнете читать псалмы вслух, особенно те места будете находить, как Господь пастырь мой, 22-й псалом, что я ни в чем не буду нуждаться. Почему? Потому что Он покоит меня на злачных пажетях. Что это говорит? О чем? Что Он позаботится, Он вас поведет туда, где Он напитает вас. Напитает чем? О всем, чем необходимым. Поймите, я вам скажу, дорогие друзья, очень необходимо тоже благоразумие. Мы будем молиться скоро о том, что было благоразумие. Почему? Потому что очень много зависит от нас. Мы часто ждем от Бога ответ. А Бог дал столько нам возможностей. Поймите, правильное питание. Потому что некоторые люди просто не понимают, что им немножечко поправить надо, и уже многие болезни от них просто уйдут. Своё эмоциональное отношение к ситуации. Вы будете совершенно по-другому реагировать, если вы, узнав какую-то ситуацию, в которой вам нужна помощь, страх какой-то будет подходить. Там какая-то болезнь вам, какой-то диагноз поставили. Вы вместо того, чтобы бежать, может быть, ресерч, как бы расследовать вот эту болезнь, вы начинаете бежать и копать, что Бог сказал об этом. Что Бог сказал об этой ситуации? И начинать вслух говорить об этом. Дорогие, вы веру свою будете строить. Вы будете говорить в жизнь свою, что Бог мой пастырь, и я ни в чем не буду нуждаться. Почему? Потому что Он позаботится об своих овечках. И если вы божья овца, то вы получите, ваш пастырь добрый, он позаботится. Если вы не божья овца, и если вы такая овца, которая пошла туда, и пошли, побежали и в мир немножко, а потом возвратились, потому что вам там очень плохо, поймите, что ваш добрый пастырь, он примет вас, но будьте с пастырем, будьте возле того, который о вас позаботится. Будьте тот, кто вас изгладит, ваши ранки залечит, который накормит вас правильным питанием. Он вас будет кормить, духовным и физическим. Он вас научит, Он вас наставит на всякую истину. Он послал нам Дух Святой, который наставит нас на всякую истину. Дух премудрости и разума, совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страх Господень сохранит вас от греха, который дает доступ к врагу в нашу жизнь, который приносит обязательно разрушение. Невозможно уйти от Бога и потом возвратиться и, знаете, как бы, ну, блох не набраться, другими словами. Понимаете, как собаки, которые побегут, там с дворняшками побегают, обязательно наберутся какого-то вот вшивоты этой, грубо говоря, но это так и есть. И мы вот так, дети Божьи, иногда позволяем себе, думаю, расслабиться, устали, устали Богу доверять, устали и пошли. И что? Ну, вернулись не в таком состоянии. Мы уже потеряли многое, мы сползли даже с того, с той позиции, как бы вот с духовной этих высот, на которых мы уже были. Поэтому, дорогие друзья, если вы тот, который ослаб, ушел или где-то еще вот блуждаете, возвратитесь в дом Отца. Там забота, там любовь, там попечение вас, там все благословение. Враг, он не щадит. Никогда не рассчитывайте на милость врага, никогда. Но когда вы не в доме Божьем, когда вы блуждаете где-то, как сын блудный, поймите, что там нет, нет кого просить милости, нет кого искать любви. Поэтому возвратитесь в дом Отца, мы будем молиться. Мы будем, я хочу начать молиться о том, что просто Бог дал вам этот дух премудрости, и Он уже дал. И Бог сказал также, что если не хватает мудрости, то что? Пусть допросит у Бога, дающего всем без упрека. Поэтому, Отец дорогой, Бог Авраама, Исаака, Израиля, мы призываем Твое святое драгоценное имя. Во имя Ишуха Мощеях мы просим Тебя, Господь, Бог наш, открой эти источники неба и источники земли. Господь, исцели то, что ни в состоянии, ни врачи, ни люди, поправив даже свое состояние, изменив свою ситуацию, не могут. Ты высвобождай благодать, Ты высвобождай сверхъестественную благодать на исцеление. И мы просим Тебя, Господь, эти нижние источники, это восполни финансовые нужды, восполни то, это жизнь нашу, в которой мы живем, чтобы было пропитание, чтобы было во что одеться, чтобы было все необходимое для жизни и благочестия, Господи. И когда пришло уныние в сердца людей, пришло разочарование и пришло неверие. Во имя Иисуса Христа мы противостоим против неверия. Мы противостоим против этого духа лжи во имя Иисуса Христа. И мы высвобождаем дух веры, мы высвобождаем веру, мы высвобождаем дух любви, который просто, мы поверим, что Иисус Христос умер за нас, мы поверим, что с Ним Он дарует все, Отец Небесный. Во имя Иисуса Христа мы высвобождаем благодать на исцеление, мы высвобождаем дух веры во имя Иисуса Христа, Господь. И пусть просто, Господь, возмущай эту воду в сердцах людей, возмущай, Господь Боже, чтобы они могли войти в эти источники жизни Твоей, Господь, и получили все необходимое. И вышли, Господь, вышли, получив обновление, обновление духа, обновление веры, обновление надежды, обновление взаимоотношений с Тобой, Господи, И там, где была потеряна вера, Господи, Боже, залечи эти раны, где было недоверие, где было разочарование во имя Иисуса Христа, мы разрушаем духу ныне и разочарование во имя Иисуса Христа в жизни народа Твоего, Господь. И мы противостоим духу страха, который запугивает людей, что Бог не слышит их молитв. Мы разрушаем этот страх во имя Иисуса Христа, мы разрушаем эту безнадежность во имя Иисуса Христа, и мы провозглашаем, Господь, надежду, надежда есть во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем там, где было уныние, там, где был страх, там, где была тьма, там пришел свет Божий во имя Иисуса Христа, и ты сказал, что побеждающему дам все. И мы провозглашаем, Господь, что мы побеждающие, мы те люди, которые будем побеждать в духе, мы те люди, которых ты избрал для того, чтобы мы победили грех, мы победили страх, мы победили неверие во имя Иисуса Христа, мы победили все эти демонические атаки. И мы провозглашаем, Господь, Бог, что Ты сильный Бог поборать, то Ты сильный Бог вступаться за Свой народ. И мы благословляем Твой народ, Господь, надеяться на Тебя и приходить к Тебе и получать все, абсолютно все. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты сказал, что также дам утреннюю звезду. Это будет утренняя звезда предварять рассвет, Господь. И я прошу Тебя, Господь, за тех людей, у которых ситуация только тьма. Им кажется, ночь и никогда не придет рассвет. Мы провозглашаем, Господь, что Ты дал нам эту утреннюю зарю, Господь, эту утреннюю звезду, которая будет предварять рассвет, что все изменится, все изменится в вашей жизни. Поднимите свои взоры к небесам, откуда приходит помощь ваша. Помощь ваша от Господа, сотворившего небо и землю. Он не даст поколебаться в вашей ноге. Он не дремлет, не спит, хранящий Израиля. Благодарим Тебя, Господь. Боже, что Ты сейчас слышишь и видишь, Господь, эти сердца, которые, может быть, уже потеряли надежду, но, Господь, Ты сказал, надежда есть. Аллилуйя! Благословляем вас, дорогие друзья, на сверхъестественную веру. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Аминь! Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБН. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас! Субтитры подогнал «Симон»! Здравствуйте! Субтитры подогнал «Симон»